Буквально раздавлен соперник. Гадир, с одной стороны, и борется вроде, и много хороших ходов делает, но неотвратимость и результат она просто убивает. Какой у нас счет? 10,5-1,5 очка. Еще раз формулирую задачу. Гадир Гусейнов сегодня, в результате этого блиц-матча, по совокупности всех-всех контролей времени, должен набрать 5 очков. Вот это его главная первостепенная задача, потому что превосходство чемпиона мира абсолютно тотальное. Вот мы видим, что разыграна система Перца-Уфимцева. Белый опять-таки без претензий трактует дебют. Конь Д2, ну не знаю, разве что пешка на Ф4 сейчас пойдет, тогда будет как-то повеселее. Ну черные вот прямо сейчас Б5-Б4, конечно, могут зарулить и ферзовый фланг развить. Я не думаю, что таким образом можно здесь бороться за перевес, но может быть на Б5-Д5 не нравилось. Ну хорошо, пешка на Ф4 пошла, черные доразвивают свой ферзовый фланг. Е5, ну хорошо, Конь Е8, Конь С7. Там, вы знаете, этот белый центр под напряжением оказывается. И вот эти пространственные завоевания у белых, они носят такой относительный характер. Не факт, что, например, пешка на Е5, пешка на Д4 это сила. Может быть, это просто объекты для грядущей контракры черных. Сейчас ФС8, С5 и все затрещит здесь со страшной силой. Может быть, кстати, в этом аспекте, может быть, важно белым в будущем поставить пешку на С3. Но пока как будто бы создается угроза пешке Д6. Почему я говорю как будто? Потому что неоднократно видал в перце у Фимсове, когда белые съедают там на Д6. И потом оказывается, что черные начинают могучую контрагу. Вау, С5. Ай да магус, ай да сукин сын. Я напрямую цитирую Александра Сергеевича Пушкина. Не подумайте, что я ругаюсь матом и оскорбляю, так сказать, семейство магуса. Именно Александр Сергеевич Пушкин в какой-то момент сам себя таким образом похвалил. Так что цитатами можно сыпать. СД. Но ход С5 могучий. Если он не проигрывает сразу в два хода, давайте посмотрим. ЕД, конь Д6, слон ФТ, ферз ФТ. И там на Д4 зависло. Вот, собственно, вопрос. Бац. Бац. Пожертвовали пешку и хотим просто-напросто все съесть. Смотрите, подвисает на Е3 шахом, подвисает коняшка. Да. Ну, сюрпризы от чемпиона мира сыпятся, как из рога изобилия. Ну, теперь взяли сюда и взяли на Д4. Просто ЦД, наверное. ЦД. Конь на Б7 остался не у дел. Конь на Ц3. Куда ему деваться? Ну, по-моему, перевес сейчас будет у черных. И вот от Центра Белых остались одни объедки и огрызки. Остались развалины на месте древней часовни 14 века. Которую разрушил не наш замечательный Шурик из известной комедии, а Магнус Карлсон. Интересно, кстати, как Магнус уменьшительно-ласкательно. То есть вместо Александра говорим Шурик, вместо Магнус говорим Мэджик. Как-нибудь... Ну, норвежский язык надо знать. Вот у меня дочь Евгения знает норвежский, а я так и не доучил. Тем временем норвежский чемпион еще одну пешку прихватил, а белые лошадки забрались вот туда, на разваленной часовне. Так, Конь на Б8 особенно впечатляет. Ну, правда, знаете, смотрите, как-то вот черные ладьи полностью порезаны. Ни одна из них не встанет в центр. А может быть у белых будет компенсация какая-то. Где-то можно поддавить, где-то можно кого-то съесть. Кстати, вот пункт Ф7 слабенький. Может быть сейчас слон Д5, слон Ф7 прилетит. А может быть чемпион мира все-таки здесь несколько переусердствовал. Ну, скажем, вот взять и на Ф4 было не обязательно, строго говоря. Но вот захотелось. А если нельзя, но очень хочется, то можно. Известное детское правило. Особенно если вы ведете со счетом 10 с половиной на полтора очка, тут можно почти все. После слона Д5, я думаю, просто ферзя можно отдать. Взяли на Ф1 и Конь бьет Д5. Вот показываю вариант. Сюда вот хлоп сразу. И потом Конь бьет Д5, Конь Е3. Ну, и пусть эти лошадки там дальше горцуют в тылах. Вот, ясно, что какая-то такая идея есть у чемпиона мира. Запросто может быть. Думает пока Гадир. Ну, наверное, есть альтернативочки. Альтернативочки-то. Но слона отдавать, правда, жалко. Вот если возьмут Конь бьет Д5, как-то совсем напряжение здесь спадет. И у черных, наверное, не будет никаких проблем. А надо бы им создать. Надо бы создать. Магнитик. О, отлично. Предлагают уменьшительный, ласкательный. Я читаю ваши версии. Магнитик. Гнусик. Макар. Магнусик. Мага. Нусик. Мися. Мэджик. Магнушок. Магнушок. Мне нравится. Ну, хорошо. Магнусенок. Так мы называли самого Магнуса давным-давно, когда он был еще действительно маленький. Когда я обыграл Магнуса в 2006 году, ну, кто-то говорил, ну что, обыграл Магнусенка. Доволен, небось. Магнюсик. Магнюсик. Это очень ласково. Но замечательно. Вот насколько же все-таки русский язык богатый и могучий. Я просто радуюсь. Итак, слон Д5 сыграно. И тем временем Магнусик думает, отдавать ферзя или нет. Вы знаете, когда он был Магнусиком, он этим ферзят давал легко. Сейчас, когда он стал чемпионом мира, он как-то иногда дрожит материалом. Есть у них у чемпионов мира такое вредное качество. Они предпочитают брать. Не отдавать, а брать. Магарыч. Ооо, это прекрасно. И вот, я думаю, чемпион. Магнюсик Корлюсик. Так, ну, вы знаете, фамилию все-таки не надо так склонять. Карлсон это все-таки, ну, исторически, да, там, его папа был Карлсоном, его дедушка Карлсон, его даже прапрапрапрадедушка тоже наверняка был Карлсоном. Давайте не будем этого делать. И вот, кстати, иллюстрация сказанного. Чемпион мира предпочитает не отдавать и брать. И этот конь на Б7 сейчас, видимо, дождется соответствующих тумаков. Мало того, что ученых лишняя пешка, мало того, что они по центру ставят лучше. Ну, вот, все, что было, это еще полбеды. Дело в том, что конь на Б7, видимо, сейчас попадет в жернова этой черной мельницы. Правда, его поддерживают товарищи. Товарищи должны поддержать падающего, падающего конька. Ну, и, кстати, нельзя здесь игнорировать тот факт, что пешка на Ф7 нет. Я, кстати, думаю, может быть, действительно, КРШ8 и Ф5 как-то так надо сыграть. Но там комбьет Е6 может последовать удар. Но здесь какой-нибудь такой удар может прилететь ненароком. Хотя, может быть, это из-за знайства. Да, связка на Е6 не опасна. Ну, что, сыграют КРШ8 Магнус? Нет, он играет Х5. И КРШ7. Ну, на самом деле, тоже та же идея, просто чуть-чуть с другого бока. И все равно Ф5 хочется играть. И белые фигуры потихонечку отдавить из центра. Ну, важно только, конечно, с пунктом Е6 не прогадать. Потому что слон-то злой. Слон зубастый. А вот у гусейного время кончается. Смотрите, аж меньше 20 секунд. У Магнуса, кстати, немногим больше. Конь Ж5. На Ашты и повисло. Ферзь Ж2 надо играть. Или Ферзь Д5. Так, 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 так. А, кстати, ситуация обострилась до предела. Смотрите, белые ладьи насколько активные. Да что ж такое? Какая жадность-то почеркнута. Еще и на Ашты съедает. А если удар на Е5 и взяли на Ф7, ничего не проходит. А, ну как же так? Вот ничего не проходит. Вот с другими шахматистами проходит этот ладья Б7. Ну что это такое? Гадир, ну все, отдал же. Опять. Опять отдал. Ну там Ферзь Д5 хотя бы поддерживал эту лошадь. Зачем тебе эта пешка на Д4?